знаете где находится центр беларуси спорим многие даже и не задавались таким вопросом честно говоря я тоже пока не стала путешествовать это не приманка для туристов а научно обоснованный факт географическое сердце находится недалеко от марьиной горки куда я сегодня и отправлюсь сегодня я собираюсь прокатиться на машине будущего сейчас наделаю фотографии буду всем знакомым показывать вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт не про струнные инструменты а именно про транспорт под марьиной горкой находится экспериментальная площадка где тестируют машины будущего михаил викторович расскажите что это за технология струнный транспорт это инновационная технология отличается от всех остальных своей уникальной конструкции именно преднапряженной эстакадой что делает ее легкой красивой ажурной необычайно прочной ее ровность позволяет разгонять транспортные средства до скорости как минимум 500 километров в час 500 километров то есть вот смотрите мне как водителя сразу становится любопытно насчет безопасности учтены я думаю абсолютно все но во-первых путь абсолютно ровный поэтому нету никаких кочек на которых транспорт может подпрыгивать и сойти с рельсов есть противосходная система которая не дает отклониться от заданной траектории естественно затем отсутствует пресловутый человеческий фактор кроме этого на этом же уровне не существует ничего с чем бы транспортное средство в нашей системе могло столкнуться вот допустим автомобили движутся по дороге по поверхности земли где есть и общественный транспорт автобусы и поезда и велосипеды и все и все это пересекается у нас же все эти перекрестки на разных уровнях внешне система напоминает канатную дорогу по которой перемещаются кабинки только здесь они едут по рельсам струнам натянуты между специальными опорами в разработке грузовой городской и междугородний транспорт в качестве личного транспорта мы можем предложить например юнибайк в нем может быть от одного до трех мест различные компоновки могут быть установлены педальные узлы у нас даже в нем ездил и устанавливал тренажер и вице чемпион мира по бодибилдингу который здесь тренировал прорабатывал практически все мышцы своего тела можно заглянуть внутрь безусловно тем более что там внутри все как раз под ваш цвет да и содержат прошу ой как здорово подвесной вагончик оказался чем-то средним между машиной и мотоциклом только его водителю шлем не нужен собственно как руль и коробка передач их тоже нет а вот расскажите туристы а как они могут посетить ваше предприятие познакомиться с новыми технологиями то место где мы сейчас находимся это центр испытаний международной сертификации демонстрации струнного транспорта это естественно закрытые можно даже сказать или дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно до основном и вместе через две недели каждые две недели 2020 году мы встречаемся неспроста били такой режим я ввел непосредственно свои вебинары более чтобы кратко емко четко не тратя ни свое ни ни в коем случае ваше время потому что сейчас у нас время очень ценно так как именно в период эпидемии именно в период пандемии и коронавируса необходимо работать максимально усиленно потому что сейчас открывается на самом деле те грани которые ранее не были открыты и вы можете достучаться до тех людей до которых раньше невозможно было вообще дозвониться как-то назначить встречу потому что все сейчас равны перед пандемией и даже в тех странах которых сейчас карантин отменяется я я не говорю конечно про арабские страны говорю про европейские большей частью страны это именно стимулирование экономики для того чтобы население снова начало потреблять меня зовут сходов алексей являюсь членом правления swc прошлом это skyway capital но у нас произошел небольшой ребрендинг почему я называю небольшой потому что изменения будут еще но они будут уже такие весомые серьезные именно логики проработки по репутации и скажите мне пожалуйста вообще какая компания на самом деле задумывается сейчас о репутации об очищении репутации наверное та которая именно планирует работать десятилетия может быть 20 может быть 30 лет все остальные компании у них ближайшая цель даже вот говорить про небольшие стартапы много очень репортажей вышла про кремниевую долину и рекомендую всем посмотреть в первую очередь дудя конечно же репортаж там можно спорить что что-то правда что-то неправда и потом просто веер вышел репортажей на мой взгляд это связано с тем что скорее всего это такой вот объединенный не сказать что заказ но можно сказать что такая невербальная реклама кремниевой долины но многие стартапы выходящие из кремниевой долины они стремятся такому краткому периоду и своей жизни и своего рассвета и потом заката это ждет абсолютно все компании но у каких-то компаний период развития растягивается на целый век может растянуться если говорить в первую очередь про транспортную инфраструктуру и про ту технологию в которую мы инвестируем у айти стартапов те кто делает какие-то приложения на у медицинских биотех стартапов у них жизненный период часто таков что они набирают некоторую капитализацию проводят испытания про проходят сертификацию нет необходимую и сразу бегом на ipo происходит взлет акций и сплошь и рядом мы можем видеть по ipo прошлого года по многим не всем но многим но потом происходит падение этих акций потому что иного продукта в этих компаний нет и генеральный конструктор нередко в своих интервью на и я хотел бы еще раз привести важные ресурсы генерального конструктора то есть сайт юницкий инженер инстаграм там тоже некоторую активность проводит генеральный конструктор и конечно же youtube где мы из первого источника смотрим все необходимые новости которые нам дает сам основатель компании это нонсенс но это нормально во время пандемии как только пандемия закончится как только время карантина закончится лично генерального конструктора все больше не будет такого обилия видеорепортажей и поверьте мне это никакой не маркетинг просто освободилось немножко времени и что касается маркетинга что касается благодарности компании первую очередь головной компании за то что сейчас непростой период многие продолжают развивать усиленно и награда это лучший дисконт это дисконт который даже превосходит в некотором роде по некоторым условиям дисконт который был выдан в прошлом году честь юбилея генерального конструктора и создателя изобретателя технологии в которую мы с вами инвестируем это ограниченная акция и я могу сказать что никто не знает когда она закончится то есть вот это зависит сугубо от приходящих инвестиций как от нас физических лиц так и от юридических лиц и когда придет инвестиция например по предварительным платежам адресных проектов которые как неоднократно упоминал генеральный конструктор развивается и готовится и в этом году он неоднократно повторял что они будут уже запускаться не то что они будут построены запускаться это значит будет оплачена часть будут созданы предпроектные различные документы будет пройдена стадия физибилити стадии и так далее и тому подобное но строительство конечно же начнется уже далее через несколько лет но компания начнет получать прибыль уже с первых платежей а когда компания получает прибыль то вы понимаете что компания уже решает направлять это на реинвестицию своего бизнеса нашего с вами бизнеса либо частично выплатить дивиденды то есть я думаю что как только как как только так сразу и руководство головной компании все нам сообщить нужно чтобы это свершилось так вот если подобные вещи будут происходить пришли какие-то крупные инвестиции и эта акция все прекращается то есть степа она очень-очень ограничена никто не знает когда она закончится сейчас такой вот период дан 30 июня но может закончится раньше и это очень сложное было решение потому что математика потому что вся система крауд инвестинга она рассчитана как знаете в сопромате рассчитывают балки чтобы не рухнули мосты предварительно конечно же в голове генеральный конструктор все рассчитал и вот эти дисконты когда были предложены предложены на одной из планерок внутренних то головная компания лично генеральный конструктор это утвердил так как это бьется с математикой в первую очередь он выражает благодарность тем кто и сейчас развивает компанию и развивал и может быть те люди которые насчитали уже что а вот дисконт уже не настолько привлекательны скажите мне поставьте плюсики кто считает что вот эти дисконты они реально привлекательны но я могу сказать что далее будет дисконт идти только на убыль и он не будет возвращаться на подобные объемы потому что компания развивается потому что сейчас строится шарже первая фаза уже фактически достроена вторая фаза сейчас после того как возобновятся работы в арабских эмиратах она просто я думаю полетит потому что все уже желает это дело все достроить и продемонстрировать так как на самом деле новости мира гласят что экспо 2020 в дубае планировалось провести с 20 октября 2020 под 20 апреля 2021 года но теперь организаторы приняли решение о переносе то есть аж на октябрь 2021 года и это решение я думаю может еще либо измениться либо не измениться это не важно абсолютно но важно то что то что было продекларировано генеральным конструктором будет создана и будет достроена до экспо 2020 прежней даты то есть ничего не сдвигается знаете может было расслабиться и сказать что вот экспо сдвинулась у нас куча времени нет у нас нет времени потому что мировая экономика сейчас терпит постепенный крах и не так много технологий которые могут стать основой восставания из пепла мировой экономики и возобновления возобновления путем создания новой индустрии буквально с чистого белого листа как неоднократно говорил генеральный конструктор и я хотел бы остановиться на программе level up она очень мотивирует тех лидеров которые любят соревноваться которые любят наблюдать друг за другом которые любят работать в команде очень простые условия могу сказать и но они действительно проще некуда это всего лишь пройти верификацию личные инвестиции от 200 долларов и один новый партнер с инвестицией от 200 долларов каждый месяц новый партнер если вы желаете принимать участие в рейтинге вчера я смотрел там призовой фонд в районе двух с половиной тысяч долларов уже есть специальные условия их нужно выполнять вы будете набирать баллы и это знаете такая такой элемент геймификации чтобы было интереснее привлекать инвестиции и чтобы были какие-то таким майлстоны отметки за которые достигая которых вы получаете определенные призы в личном кабинете они нарисованы смартфоны ноутбуки и так далее но это будет компенсация конечно же в условиях пандемии просто на бонусный аккаунт поставьте от 1 до 10 как вам вообще эта акция и поставьте да кто принимает участие очень интересная среди небольшого количества людей которые сейчас у нас присутствуют потому что я могу чуть-чуть пожурить аудиторию русскоязычного своего вебинара но на самом деле ситуация видна по статистике россия и к сожалению не особо активно но уже нигерия и вебинары еженедельные раз где-то в две недели я присоединяюсь уже то что мы запустили посредством системы лидогенерации системой холодного рынка уже 69 70 людей из них 60 процентов это новые люди которые только-только узнали о проекте но вы помните что в первую очередь я провожу вебинары для того чтобы они масштабировались на другие языки и все наши вебинары записываются в виде тезисов ольга на эту работу замечательно делает и поэтому иностранцы также считайте послушали вебинары прочитав их и я хотел бы остановиться на самой главной рубрики пока она не заканчивается так как генеральный конструктор проводит свой один выпуск следующий выпуск видеоблога и один за другим они более интересны именно то что сказал сам основатель компании я как обычно записал это видит цитат потому что слов из фразы вообще здесь абсолютно не выкинешь более того сделаем так что без нас не строили и даже не проектировали потому что все запатентован это интеллектуальная собственность а наш наша собственность и это только позволяет нам зарабатывать здесь имеется в виду что если бы не было это все упаковано в виде интеллектуальной собственности то непонятно какой был бы финансовый продукт на самом деле у тех площадок которые сейчас привлекают инвестиции и самое главное это можно было все скопировать это можно было все применить чуть чуть видоизменить и грубо говоря присвоить себе своровать можно сказать технологию сейчас генеральный конструктор говорит нам что это невозможно и так как все запатентовано все опечатано все запломбировано как говорится то только та технология и те компании от того что мы с вами финансируем смогут на этом зарабатывать но и в будущем мы с вами как совладельцы этой технологии когда пойдет уже прибыль после выхода на коммерческий рынок и неоднократно наверное 1 5 его услышал эту фразу если бы это было в логике того что нужно сказать это просто чтобы сказать то говорилось бы это минимум но генеральный конструктор неоднократно говорит что он все помнит инвестиции возвращать надо инвестором он это знает это неоднократно было повторяемо и это дорогого стоит потому что многие на самом деле убегает от ответственности здесь полная ответственность полное понимание ситуации полное объяснение представление фактов без какой-либо подмены понятия третье не надо браться за любой проект лишь бы что-то сделать а тестовая трасса это часть сертификации здесь имеется в виду то что на самом деле сейчас многое то что происходит то что коронавирус чуть притормозил развитие многие думают а зачем строить в шарже есть же все в минской области на мариной горке но на самом деле во первых ничего не останавливается это четвертая цитата на сегодняшний день с видеоблог генерального конструктора что мы ничего не закрываем мы продолжаем работать и строим инновационный центр в шарже как центр продаж и как магазин продаж и здесь замечательно сравнивается с покупкой автомобиля мы же когда приходим салон во первых мы хотим прийти в салон они в какой-то сарай либо непонятный гараж где будет стоять до хороший автомобиль который мы хотим приобрести но будут возникать мысль а почему так грязно почему так обслуживают плохо то есть все должно быть идеальной на самом деле то что сейчас создается на территории инновационного центра в шарже это как раз таки тот салон продаж вы посмотрите например на ангары здесь дизайнены ангары именно вот помещение территории где находится mercedes то есть они все во первых в едином стиле во вторых очень красивый там огромный уровень и обслуживание и предоставление модельного ряда и к выставке который планировался по срокам начале экспо 2020 все будет продемонстрировано как раз таки вот этот салон продаж он откроет двери для мировых желающих приобрести продукт а продукт это развитие адресного проекта внутри своей страны я думаю что скорее всего немало контрактов как минимум меморандумов о сотрудничестве предварительном сотрудничестве будет подписано на когда многие делегации поедут в инновационный центр наблюдать ту технологию которая уже происходит в реальности и строятся тестовые трассы потому что уже идут заказы этот процесс начат то есть необходимо завершить то что сейчас начато строительство выставочного центра центра продаж магазина продаж завершить показать и чтобы все смогли осуществить тест-драйв кто-то будет осуществлять тест-драйв на тяжелых грузовых пассажирских модулях кто-то будет осуществлять смотреть на тест-драйв перевозки контейнера и на то и на то есть уже заказчики и пошутил конечно же генеральный конструктор но в каждой шутке есть доля правды и на самом деле это чистая правда что если на крайнем севере уже будут заказы оплаченные заказы с имеющимся бюджетом как когда-то это было хабаровский допустим в кантемантийский и на некоторые проекты до кризиса 2008 года планировалось выделить вообще миллиарды рублей но никто не предполагал что произойдет 2008 и конечно же власть потом сменилась этих регионов и на самом деле если бы не не было построено то что сейчас демонстрируется на этих на парке минской области и сейчас в шарже ну возьмем шаржу например то так и пришлось бы доказывать убеждать что да вот в минске работает и у вас заработает но так подобные технологии не покупают и на самом деле симонс потратила примерно 6 миллиардов долларов на разработку и всего лишь получила проект на полтора миллиарда и генеральный конструктор своем видеоблоге не раз описывает что десятилетия требуется даже таким компаниям чтобы получить тот или иной проект это не происходит моментально и на самом деле я бы очень сильно напрягался от смены планов и каких-то изменений по дорожной карте если бы мы инвестировали войти проект но мы с вами являемся совладельцем сложнейшей технологии которая формирует новую отрасль поэтому здесь как ранее сказал генеральный конструктор если уж боинг например ошибся в десять раз вообще по своему бюджету то есть в десять раз больше стоило технология создание производства проектирования боинга то те небольшие отклонения и те небольшие даже отклонения если происходит то появляется какое-то новое направление всегда действует поговорка пословица на в той технологии которую мы с вами инвестируем нет куда без добра потому что юникон ты бы они не появились и легкий прогулочный транспорт он также не появился бы если бы не не встречались в определенные трудности если будет заказ антарктиды оплаченный генеральный конструктор четко дал понять что да будет строиться тестовый участок условия вечной мерзлоты потому что невозможно продемонстрировать то что в минской области либо в арабских эмиратах условия вечной мерзлоты условия крайнего севера конечно же нужно будет строить новый тестовый участок но сейчас не будет никто этого делать потому что на финансирование на это на данный момент не имеется и я хотел бы остановиться на очень серьезной теме на мой взгляд которую скорее всего по количеству просмотров почти 5000 просмотров этого видео но многие не оценили я хотел бы обрисовать своими словами что вообще было представлено на этом видео во первых это четкий пример минимального рабочего прототипа с которого многие стартапы начинают в данном случае это не минимальный рабочий прототип когда еще реальной модели не существует это просто стенд то есть это для того чтобы не помещая не используя реальную машину реальные механизмы но имея необходимое оборудование моделировать все те ситуации которые необходимо смоделировать для демонстрации возможности транспортного андроида то есть это транспортные роботы это киберфизические объекты которые взаимодействуют между собой внутри киберфизической экосистемы транснет и это далеко не только транспорт и инфраструктура потому что неоднократно на своих слайдах на других вебинарах я представлял то что транснет это и умные водопроводные системы это и все виды электрокоммуникации связи мобильные виды сигналов и 5g конечно же будет использоваться и когда будет использоваться 6g 6g будет использоваться это фактически вся инфраструктура которая сейчас присутствует на планете но объединение в одну сеть в одну путевую структуру в один транспортно инфраструктурный комплекс и на самом деле я был поражен то что я увидел потому что когда уже давным давно мы работали над первыми версиями платформы для того той технологии в которой мы с вами финансируем нам вот это вот система было необходимо потому что конечно же в логике стартапа который тогда запускался невозможно было сделать симулятор и это как раз таки в лучшем виде симулятор который поверьте мне при должном хакатоне при должном конкурсе просто с удовольствием будут решать задачки программисты в сфере блокчейн для того чтобы перенести уже оцифрованную фактически реальность то есть все работает на основе органов чувства осязания зрения технического зрения имею ввиду множество датчиков и в одной машине присутствует больше двухсот пятидесяти сенсоров это огромное количество но это не что в соответствии допустим как у нас у человеческого организма присутствие капиллярной системы присутствие иммунной системы и иммунная система также есть у транснет она формируется из механизмов защиты из реакции интеллектуальной системы управления каждого отдельно взятого транспортного средства это знаете это как улей пчел поэтому евгений кабанов сравнил с роем я думаю и ранее испытывали несколько лет назад на блокчейн дроны чтобы формировать направление потока роя дронов и делать их абсолютно независимы от друг друга но с другой стороны которые движутся к одной цели в едином направлении не сталкиваясь с друг другом и да так как четко определенное движение по траектории по выделенной путевой структуры без каких-либо других объектов находящихся справа слева когда нужно перестраиваться я имею ввиду традиционный автотранспорт здесь исключены такие решения как допустим требуется принимать автомобилем с беспилотной системы управления когда искусственный интеллект автопилот решает что сделать врезаться в дерево либо сбить человека допустим выбежавшего на дорогу ребенка представьте вот такую ситуацию эти ситуации априори исключены в транснет так как четко будет двигаться на втором уровне друг за дружкой при необходимости если кто-то вдруг сломался помогает друг другу путем устройства электронной сцепки привозя на ближайшее депо для ремонта и фактически это живые организмы знаете вот это действительно прекрасно осознавать что это живые роботы но которые в отличие от андроидов которые сейчас стараются пытается создать всеми правдами и неправдами это четко определенное запрограммируемое действие я помню фразы постулаты правила блокчейн энтузиастов которых я уважаю что основное правило блокчейн экономики в которой задействованы роботы это то что робот всегда должен подчиняться правилам и служить на благо человеку это и происходит сейчас при создании транспортных средств и транспортно инфраструктурных комплексов которые моделируются вот на таких стендах в отделе интеллектуальных систем управления на самом деле я был поражен правда был поражен потому что это ардуино можете посмотреть в гугле то есть это программно аппаратный комплекс для симуляции того что можно легко перенести на реальность как это переносится программисты очень просто переносят необходимые сигналы и все необходимые адреса могут быть изменены с этого симулятора на реальный действующие физические объекта в данном случае транспортное средство это может быть как тропического исполнения транспортное средство так и пассажирский модуль не имеет значения если симулировался контейнерный транспорт для контейнерных перевозок для тяжелых контейнерных перевозок либо большой грузоподъемности либо большого пассажиропотока не имеет значения все что создано и просимулировано в виртуальной системе все уже передается на железо и там без сучка без задоринки все произойдет как и произошло на самом деле при первой демонстрации правителю шаржи я думаю что как минимум может быть не удивление но как как минимум осознание того что эта технология может двинуться дальше и то что необходимо дать полный зеленый свет и полный шанс продемонстрировать и закончить эту технологию в голове скорее всего у делегации прибывающих на место демонстрации такие мысли проходили и на самом деле сейчас создается четко выверенные задания маршрутные задания для контейнерных перевозок и для перевозок в условиях тропического климата вот вы здесь на черном экране видите логи то есть это все может быть перенесено это все может быть с помощью системы оракулов мы будем обязательно разбирать когда подойдем уже блокчейн системе блокчейн тематики что такое оракул но уже существует блокчейн индустрия такие решения когда можно брать данные из внешнего мира то есть температуру скорость да все что угодно все что мы имеем котировки валют если понадобится как-то стебл коин приводить в порядок с чем-либо все что угодно можно взять с помощью оракулов и на самом деле когда первые попытки были запуска платформы для транснет этого не было еще создано время еще не пришло и симуляторов в таком виде которым они сейчас существуют доработаны абсолютно классно усовершенствованы их тоже в таком виде не было поэтому можно сказать что скорее всего опережали время тот кто опережает время тот не вовремя приходит и мы пришли не вовремя поэтому и передали все наработки далее уже головной компании но я помню и ценю этот опыт и я понимаю что сейчас происходит потому что если бы я тогда не погрузился во всю эту тематику и не смог бы вам сейчас сказать свой взгляд вот это вы видите здесь на путевой структуре то что помните белой бумаги было описано первых версиях что будут сенсоры зашиты путевую структуру здесь эти все точки вот на том маршруте которые на верху экрана можно в разметить сделать разметку и смоделировать ситуацию это это буквально задача одного-двух хакатонов команды найдутся и команды решат эти задачи как это встроить блокчейн экономику и я могу сказать что постепенно время приходит и блокчейн направление для транснет для той технологии который мы с вами финансируем она вовремя начнет реализовываться потому что сейчас постепенно рушатся целые гиганты закрылась разработка telegram open network и буквально после халвинга биткоина то есть сейчас стоимость за один добываемый блок в системе именно майнеров снизилась вдвое и это тоже характеризует определенную эру и буквально через несколько дней дуров объявляет о том что все telegram open network закрывается этот проект закрывается после двух с половиной лет после миллиардных инвестиций друзья миллиардных инвестиций сейчас будут встречные иски там и так далее и как вы думаете сколько инвестировано на интеллектуальные системы управления но тут вообще во много в сотни тысячи может быть раз меньше чем сравнимо с инвестициями павла дурова я могу сравнить с инвестицией в направлении для направления для формирования блокчейн для той технологии которую мы с вами финансируем с telegram open network по потенциалу по сейчас вот поддержки мировых элиты инвесторов ну примерно как сравнивать сейчас на тот стартап который мы с вами финансируем который уже не совсем является стартапом например с гигантами как то живи как сименс вот примерно такое сравнение но как вы понимаете все кто преодолевает ситуацию тяжелых условиях пандемии коронавируса кризиса они демонстрируют свою состоятельность на рынке и то что сейчас симулируется а здесь же симулируется фактически реальные условия для движения транспортного средства в инновационном центре шаржи и это сначала в виде игры в виде некого симулятора кто помнит игру тайпун либо sim city вот это тоже такие симуляторы и на самом деле на много те кто сейчас вот развивает направление блокчейн индустрии они создают как раз таки в начале виртуальной реальности и вообще я не увидел того что касается транспортной инфраструктурной сферы что кто-то дошел до реальной составляющей потому что реальной составляющей просто-напросто нет сейчас невозможно перестроить на блокчейн современные автомобили они просто не будут взаимодействовать между собой не та экосистема и нет никакого даже намека на кибер физическую систему в современном транспорте в современной инфраструктуре здесь все регулируется здесь все можно подправить это знаете как такие вот законы виртуальной физики то есть фактически здесь в начале создается то что будет в реальности но то что на самом деле уже есть в реальности виде реальных машин они пока не думают им переносят интеллект это круто если бы я знал эти моменты которые будут на меня так будоражить то в 2015 я бы еще наверное больше решений и в плане инвестиций принял и еще сильнее хотя куда сильнее развивал бы структуры на тот момент когда у меня было время это делать и то что вы видите на экране может сравнить с gta или какой-то игрой но это реальное проигрывание ситуации и в виде проигрывания происходит моделирование многих вообще прогнозирования ситуации даже говорят что финансовые кризисы с помощью теории игр специальных комнатах теоретически можно смоделировать когда вы будете знать игрок либо объект сделал какой-то ход и происходят определенные вещи система максимально быстро меняет свое задание в данном случае это маршрутное задание и все это демонстрируется на графиках то есть они действительно изменяется невозможно подстроить то есть человек появился бревно упало все наши транспортные андроиды остановятся примут решение отъедут назад и будут принимать лучшие решения потому что это сложная математика это сложные алгоритмы это лучше применяемые технологии и что мне очень нравится это отечественные технологии внутри зао отечественные я имею ввиду вы видите логотип какой то есть это просто гордость распирает я думаю что много мы просто не знаем и не видим что происходит в недрах зао струнные технологии огромная благодарность то что нам это демонстрирует и показывает поставьте от 1 до 10 по той информации которую я вам сейчас передал то есть я совершенно другой другом ракурсе это все преподнес потому что это как раз таки связано вообще и многие команды будут бороться за то чтобы решать задачи как это будет реализовано блокчейн индустрии это вы увидите просто что будет происходить никто не предсказать им никто не нострадамус но это действительно очень классно если говорить про то что я не буду сейчас переходить пока что на ситуацию в мире я хотел бы сказать свой взгляд не стал делать в виде отдельных слайдов в чем еще и лежит логикой я бы сказал идеология той технологии которую мы с вами финансируем смысл заключается в том что это не только транспорт будущего то есть сейчас в всех материалах транспорта фьючер упоминается я бы сказал что этот транспорт для лучшей человеческой жизни я бы сказал что это действительно транспорт транспортные инфраструктурные комплексы для людей я бы сказал что абсолютно дружественные по отношению к людям андроиды и роботы и что происходит сейчас что мы видим на самом деле технологии все больше и больше порабощает человек я не говорю про смартфоны я говорю несколько про другое я говорю вообще про понятие технологической сингулярности и это на самом деле описал райман курсвелл и посмотрим сбудутся ли его прогнозы или нет ну примерно 2040 годам он прогнозировал то что развитие технологического прогресса и создание различных смартфонов гаджетов она соединиться в точке и уже некуда будет развиваться на тот момент скорее всего будет соединен человек с компьютером что сейчас илон маск старается сделать в своем стартапе нейровинг в чем же логика той технологии которую мы с вами финансируем в этом случае человек наоборот больше получает свободы действия перемещения и общение в живую потому что общение в живую даже несмотря на сегодняшнюю пандемию многие считают скучают по общению в живую потому что ничто не заменит его никакие не смартфон никакие не дополненные реальности необходимо просто эффективно перемещаться пока не в пространстве пока не во времени и кто знает когда это произойдет а просто из точки а в точку б эффективно безопасно для бизнесов дешево и максимально быстро это решает та технология которую мы с вами финансируем еще что я хотел бы отметить андроиды роботы создаются для того чтобы мы сейчас в основном для того чтобы заменить человека и таким образом они могут либо навредить человеку либо принести ему благо если допустим это роботы какие-то строительные случае с той технологии которую мы с вами развиваем финансируем транспортные андроиды они всегда на помощь человеку то есть фактически это наш транспортный гаджет мы его вызываем мы им пользуемся приложение на для того чтобы он нам помог решить нашу задачу переместиться из точки а в точку б внутри на станции зайти в безопасную в условиях пандемии например безопасную в логике присутствие вирусов это также может быть реализовано и он не задумываясь фактически ни о чем перемещается по своему маршрутному заданию имея ввиду транспортный андроид и никогда не собьет человека не зажмет бантик девочки не зажмет галстук чтобы найти что-то побежит просто за транспортным средством всегда будет решение пользу человека потому что таким образом он проектируется он создается и в плане работы тот проект который мы с вами финансируем он создаст просто миллионы рабочих мест новых рабочих мест новых профессий новых отраслей новых индустрий и заменится роботами внутри только самая тяжелая и бредная работа либо та работа которая должна быть максимально точной и избежать нивелировать любой человеческой ошибки все остальное будет создана на благо человека третье технология встраивается в человека это постепенно происходит и сейчас все больше и больше делают дополненную реальность когда человек надевает некоторые сенсоры и как через аватар управляет различными производственными процессами да это хорошо но когда уже задумывается о встраивании вовнутрь человека я не буду упоминать компанию потому что ну не тема нашего вебинара но уже задумывается об встраивании во внутрь человека для блокчейн индустрии даже некоторых аппаратных решений это на мой взгляд не стоит делать если вообще не стоит делать это неэтично и сейчас не решена другая задача для человека и в случае с той технологией которую мы с вами финансируем используется это все для улучшения качества жизни она не встраивается него человек садится транспортный модуль и получает все блага пользуется всеми услугами но он остается человеком и фактически то что сейчас человека пытается преобразить некоторое идеальное существо кибер физическое полу кибер физическое такая идеальная система формируется внутри транснет где каждый отдельный объект принимает свое решение по тем правилам по тем регламентам которые ему разрешены то есть это цифровая система и не очень этично не очень хорошо когда это будет переноситься либо как-то частично даже в условиях пандемии переносится на население все технологии на взгляд вообще всех идей которые прослеживаются внутри той технологии которую мы с вами финансируем они идут на благо человек и я могу сказать что вот такой синергии между технологии человеком внутри проекта я сейчас во многих стартапах но просто не могу найти если кто-то найдет если кто-то знает напишите в чате напишите мне на почту я с удовольствием это все изучу но это синхронизация человека и технологии без вреда человеку это синергия и это фактически скаждение в одной точке блокчейн индустрии роботизированной индустрии это то что скорее всего в цифровом мире сейчас и ожидает а что происходит сейчас в мире это следующая рубрика постоянные в россии вообще в апреле было пережито рекордное падение деловой активности и это тот самый случай когда необходимо дать на мой взгляд информацию о том что мы с вами развиваем потому что это позволит человеку обрести может быть не финансовую независимость в начале но закрыть какие-то свои потребности потому что сейчас все больше и больше инструментов появляется и когда откроется уже возможность получения новых видео репортажей с арабских эмиратов я думаю что мы увидим огромный прогресс за очень короткое время потому что все было готово все было спроектировано команды готовы кто-то работал в условиях пандемии кто-то прекратил работу из подрядчиков но опер команды были сформированы работа не прекращалась и соответственно темп не радикально был сбавлен если говорить про ситуацию в мире то сейчас этот индекс я могу сказать влияет вообще на всю мировую экономику но хуже было только во времена великой депрессии на 14 7 процентов в апреле вырос индекс безработицы по сша а это как раз таки формирует количественные смягчения экономики вливание вертолетные деньги и так далее и тому подобное чем стимулируется потребительский спрос внутри сша и что сейчас отражается на всех котировках и индексах потому что на самом деле ситуация ее показывает вот этот график то есть индекс безработицы он упал просто ниже плинтуса а индекс акции то есть s&p и другие индексы nasdaq они сделали такое небольшое колебание как вы думаете перегрет рынок или нет как вы думаете сейчас гигантской компании вот опять же повторюсь примеру если бы литва не остановила и не было вообще никаких препятствий и примеру вот в этот период выходила бы эта технология которую мы с вами финансируем на айпио до врагу не пожелаешь на самом деле в это время выходить на айпио потому что манипуляторы и игроки на рынке обвалят только потому что сейчас необходимо так делать сейчас время такое и сейчас главное на этом рынке заработать не смотрят на долгосрок но будут смотреть на долгосрок когда все нужно будет отстраивать как виде экономики так и в виде создания новых инфраструктурных объектов которые и после ураганов различных экологических катастроф стимулирует и восстанавливает экономику и после второй мировой войны мы видели как была простимулирована экономика созданием новых производства строительство новых небоскребов и запуска конечно же новых транспортных сетей и новых транспортных веток поэтому я подтверждаю слова генерального конструктора которые он неоднократно произносил что мы строим самый крупный бизнес за всю историю цивилизации и мы его построим и огромная благодарность еще раз тем людям которые не прекращают развивать проект и компания выражает эту благодарность видит того супер дисконта который был продемонстрирован на на первых слайдах такой дисконт он очень ограничен и пожалуйста передавайте эту информацию тем людям которые только присоединяются к проекту потому что этот дисконт повторюсь даже лучше чем на юбилей который был сделан чисто чтобы поздравить всех акционеров будущих и нынешних совладельцев технологии и те кто хочет успеть проинвестировать с тем праздником а сейчас это огромная благодарность и выражение уважения всем инвесторам которые может быть сейчас считают что хотелось бы на какой-то другой дисконт но дисконта один к шестистам я могу сказать уже никогда не будет этот период мы прошли как когда-то мы прошли и подарочные 100 долей был такой период и многое-многое я уж не говорю про начальный дисконт один к полуторам тысячам это просто какая-то сказка когда технология выйдет на мировой рынок те люди которые даже забыли у меня есть такие партнеры которые на третьем этапе инвестировали немалые суммы исчисляемые миллионами рублей но сейчас абсолютно уже долгие годы не принимает никакого участия но сделали решение выгодное и правильное в нужный период и я думаю что они обрадуются и вспомнят когда все это начнет капитализироваться благодарю за внимание по традиции поставьте оценку от 1 до 10 по качеству по информации предоставлены на моем вебинаре как обычно я уложился в час как михаил кириченко укладывается в 5 минут в своих новостях но 5 минут у нас не уложиться хотя и так максимально сокращаюсь отвечу сейчас на вопросы буквально немного по обучающей платформе я видел вопрос здесь ситуация обстоит таким образом что сейчас мы делаем айти инфраструктуру личный кабинет и все модули все курсы они готовы вы не представляете как много работы было затрачено буквально день и ночь сидел айти отдел чтобы запустить эту акцию благосклонности от головной компании виде дисконта это 1 эти задачи и постоянно эти задач много сейчас в очереди стоит создание и решение задач по обучающей платформе она будет обязательно запущена и все материалы и даже будущий курс я могу сказать провели классные переговоры по финансовой грамотности с человеком с огромным опытом я думаю что будет это некая такая приоритетная функция для тех кто будет инвестировать будущем через royal capital group там от 10 тысяч евро будут начинаться инвестиции более такая понятная прямая схема инвестиции для институциональных например инвесторов и некоторые обучения те люди которые достигли статуса как я и говорил от мастера на будут получать обучение бесплатно так что терпение все обязательно запустим так еще коллеги вопросом заработает ли с 1 июля биржа по продаже части skyway global токен как планировать не знаю на этот вопрос ответа и дезинформировать не буду так как я привык говорить правду и только правда объективные факты на своих выступлениях на своих конференциях и вебинарах так владислав я ответил на ваш вопрос по обучению дисконт 16 сам есть до сих пор только у тех кому кто его брал до сих пор покупает я очень рад что я один из тех кто до сих пор платит по этому дисконту да я абсолютно поддерживаю но это как раз таки принимать решение вовремя и сейчас тот же момент уже на несколько более других условиях но также привлекательно коллеги еще вопросы по цене токена коллеги я не буду делать вообще никаких высказываний потому что платформа будет запускаться не для цены токены платформа будет запускаться для того чтобы соединить блокчейн и транспортные инфраструктурные комплексы это будет моя четкая позиция как оценит рынок будет это расти не будет расти это покажет будущее но никто не имеет права говорить о прибыльности это противоречит всем необходимым регуляциям и правилам поэтому я вас призываю действовать также так коллеги еще один вопрос и я завершаю сегодняшний вебинар переходим на часть пост видео это тоже интересная часть кто не не мониторит выпуски на каналах youtube официально если нет вопросов то до скорых встреч через две недели я думаю что мне будет также немало вам сказать и поделиться полезной я надеюсь информация счастлива до удачи всем нам нашем движении вперед можем мы движемся заставляем двигаться технический прогресс вперед и я думаю что частично будьте здравствуйте с вами михаил кириченко вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке внедрения прорывных транспортных технологий skyway в этом выпуске французский производитель комплектующих здравствуйте с вами михаил кириченко вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий skyway в этом выпуске проверка на разрыв какой материал выдержит нагрузки большегрузного юниконта юнибус из конструктора как проектирует транспорт будущего работы в шардже как продвигается стройка инновационного центра skyway в эмиратах и наша традиционная рубрика этот день в истории skyway а теперь обо всем этом подробнее работы по возведению инновационного центра skyway продолжаются в шардже на данный момент рабочие приступили к озеленение крыши эко дома и креплению стальных стержней на недавно возведенных анкерных опорах прокладка электроинфраструктуры комплекса завершена наполовину продолжаются испытания болтовых соединений для будущих транспортных эстакад skyway в рамках большого проекта по увеличению выносливости используемых в строительстве материала сеть сертифицированных лабораторий тестируют сотни килограммов высококачественной стали на разрыв как было отмечено генеральным конструктором анатолием юницким несколькими неделями ранее законодательство объединенных арабских эмиратов построена на европейских нормативах где для транспортных эстакад и мостовых сооружений требования к циклическим нагрузкам и долговечности материала более жесткие чем в снг если в экотехнопарке skyway ферменной конструкции смонтированы с использованием сварки то в условиях климата и законодательства эмиратов конструкцию необходимо перенести на высокопрочное болтовое соединение подробности в нашем сюжете в конструкциях транспортных эстакад используются болтовые соединения так как нагрузки на транспортные эстакады достаточно существенные в том числе по ним должен передвигаться большегрузный юниконт массой около 50 тонн необходимо обеспечить повышенный коэффициент трения в болтовом соединении без дополнительной обработки трение между стальными пластинами достаточно мало для того чтобы повысить это трение соответственно несущую способность данного соединения мы применяем различные способы обработки поверхности в данном случае здесь нанесен карборондовый порошок что существенно примерно в три раза повышает коэффициент трения по сравнению с соединением где просто сталь по стали это сравнимо с тем что если бы мы соединяли просто стальные пластины то площадь этого соединения была бы приблизительно в три раза больше полную версию интервью вы как и всегда в скором времени увидите на нашем официальном сайте и на канале youtube управление подвижного состава закрытого акционерного общества струнной технологии готовится к релизу новой модели городского пассажирского юнибуса накануне специалисты управления представили полноразмерный посадочный макет будущего транспортного средства этот прием используется практически всеми производителями груза пассажирского транспорта начиная с кораблей и заканчивая легковыми автомобилями делается это для комфорта конечного пользователя ибо без полноразмерного посадочного макета невозможно предусмотреть все тонкости размещения пассажиров нашей съемочной группе удалось запечатлеть поиск оптимального решения при конструировании будущего юнибуса об этом подробнее расскажет конструктор компании струйной технологии александр волков это так называемый посадочный макет одного из наших перспективных транспортных средств в частности это вагон подвесного транспортного средства которого мы надеемся будут огромные перспективы необходимо быть на сто процентов уверенным что здесь все так как было задумано это можно понять только находясь внутри посидеть походить потрогать это как детский конструктор мы можем переставить здесь любую панель изменить наклон стен изменить дизайн изменить проемы для того чтобы находясь внутри мы нашли оптимальное решение здесь даже вот видно на этом макете что левая и правая сторона несколько отличаются то есть это один из вариантов поиска оптимального решения точно также и по рассадке пассажиров это уже ну наверно третий или четвертый вариант салона 25 лет назад белорусский академики федор николаевич капуцкий и михаил степанович высоцкий обратились к президенту республики беларусь александр лукашенко с просьбой о государственной поддержки струнного транспорта назвав проект юницкого такой комплексной научно-технической программой которая позволит выдвинуться республики беларусь на передовые рубежи и занять достойное место мировой экономики обратили свой взор белорусский ученый на прототип струнной дороги после успешной презентации технологии на двух международных инновационных ярмарках в германии к слову не остались равнодушны концепции и такие технологические гиганты как general motors и mercedes-benz следите за обновлениями официальных сайтов skyway подписывайтесь на наш канал youtube поддерживайте наш проект даже когда в эпоху пандемии затих голос греты тунберг строй skyway спасай планету